Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы уже как-то вы касались темы, ну, обсуждали тему, не обсуждали, но коснулись темы Кристи Новыми по поводу того, что она отказалась подписывать закон, запрещающий биологическим мужчинам принимать участие в женских соревнованиях. Ну, смысл этого закона, во всяком случае. Давайте-ка поподробнее об этом поговорим. Совершенно верно. Не самая приятная для меня тема, потому что все вы помните мое отношение к губернатору Южной Дакоты, но всем нам нужны, прежде всего, бойцы. Пафосно прозвучит, но так оно и есть. И поэтому, когда свои, о Кристи Новом, конечно же, свои, совершают какие-то ошибки, то все же надо нам их разбирать и критиковать. Может быть, в своей защите Кристи Новым, в конце концов, окажутся даже права. Я буду следить, естественно, за этим, все вы, я уверен. Но сегодня у меня все-таки, наверное, будет преобладать критическое настроение в моей попытке разобраться в этой ситуации. Но это продиктовано ни в коей мере ни неприязнью, и даже ни разочарованием. Нет, пока еще об этом рано говорить. Но просто желанием того, чтобы мы все-таки трезво воспринимали политиков, их ошибки, их правильные действия. И когда они ошибаются, чтобы мы могли в этом разобраться. Так что благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска, и начинаем. Итак, все мы помним, что усилиями нынешней администрации навязывается новое правило, согласно которому мужчины, которые считают себя женщинами, должны не лечиться от этого. Почему-то, да, люди, которые считают себя наполеонами, и тому подобной публикой лечатся. Мужчины, которые считают себя женщинами, могут заниматься женскими видами спорта. Так вот, должны не разбираться со своими проблемами, а поощряться теперь. И разумно предположить, что губернаторы, то есть на уровне штатов, должны этому противостоять. Неожиданно первым оказался, вроде бы, не самый яркий губернатор Миссисипи Тейт Ривз. И все ждали, что Кристиану тоже, ну, раз уж упустила лидерство, то она подхватит знамя, что называется, правда, еще не упавшее, к счастью. И дальше себя пора явить с лучшей стороны. Тем более, она пообещала в районе 8 марта, что тоже восприняли, как такой троллинг либералов. Вот она пообещала, что подпишет собственный закон, который запретит трансам участвовать в женских видах спорта. Но она его не подписала. Отправила на доработку и выступила с каким-то очень длинным и очень туманным объяснением, что язык не тот, будут проблемы, будут иски и так далее и тому подобное. И сразу после этого она опять попала в центр консервативного внимания, но уже со знаком минус. Потому что только что ее славили, и было за что. Речь была, еще раз повторюсь, замечательная. И на СИПЭКе, и речь 4 июля была супер. И ее поведение во время короны истерии тоже заслуживает нашего уважения. Но вот здесь ее действия и потом попытки оправдаться, они выглядели, ну, не очень хорошо. Особенно на первой стадии. Если вы смотрели ее у Такера Карлсона, то согласитесь, что там при всей моей... Сами знаете, у меня Карлсона не самого высокого мнения о нем. Но тут она выглядела вообще не с ним совсем нехорошо. А он задавал вопросы, конечно, по делу. И ее окружение заговорило, что уж совсем было не кстати о том, что теперь вот cancel culture со стороны консерваторов. Хотя, конечно же, ничего подобного нет. Критика есть. Но даже критики пишут, что никакого, да, Never Knowum быть не может. Пока мы просто пытаемся понять, кто она, что она, и почему так себя ведет. Сейчас вроде бы Knowum уже пытается ситуацию восстановить. И даже ссылается на закон, подписанный в Арканзасе, да, Хатчинсоном. И говорит, что подобные законы, они вроде бы как раз следуют тем, тем поправкам, которые она хочет внести. Но пока все-таки не убеждает. Потому что, как пишут консервативные аналитики, то, что хочет внести она, будет очень сильно, очень сильно навредит не только букве, но и сути закона. В частности, помешает проводить вот эту самую верификацию и подтверждение того, а кто, собственно говоря, перед нами мужчина или женщина. И практически лишит возможности разбираться с этим, ну, признавать вот это самое различие половое на уровне спорта в колледжах. Что, в общем и целом, ну, сами понимаете, действительно по закону довольно серьезный удар. Чем Knowum руководствовалась? Залезть к ней в голову, конечно же, я не могу, и аналитики тоже не могут. Но по тому, что я читал, видел и наблюдал, напрашиваются четыре причины. Может, они ложные, конечно же, это мои догадки и домыслы, но поделюсь, естественно, с вами. Причина первая, Knowum все же не справилась со славой и с ответственностью, которая на нее обрушилась. Потому что, ну, Южная Дакота, штат, конечно же, замечательный, но он достаточно небольшой, и я не помню, честно говоря, когда вообще последний раз губернатор штата вдруг получал такую популярность и такое освещение в прессе, в американской. Наверняка было, но я не вспомню. А тут вот раз, и она сразу героиня или злодейка, для кого-то там ее третья по голосованию среди консерваторов как будущий кандидат в президенты, а в реальности тогда же вторая на самом деле. Восторги, популярность. И, судя по всему, не то она сама, не то ее советники уже начинают ее действительно готовить к 23-24 году, и дают ей, надеюсь, все-таки, что советники, частый, но абсолютно идиотский совет, а именно, что надо стараться угодить всем. И Ноум хочет, что называется, действительно заранее подложить соломки и угодить не только потенциальным избирателям-консерваторам, но и всем остальным, что, конечно же, на самом деле не работает. Но, к сожалению, что политконсультанты исправно советуют своим клиентам уже много лет. Это первый вариант, что она хочет угодить всем, даже тем, кому угождать у нее, в принципе, не получится, и поэтому закон хочет смягчить. А вариант второй, это то, что, хотя штат красный, и красный очень основательный, республиканский во всех отношениях, но он красный, так скажем, в политике, однако с точки зрения бюрократии и бизнеса, это, конечно, удручает, что бизнес левее, но так оно и есть, он достаточно левый. И сектора, связанные со здравоохранением и со спортом, торговые палаты, это все контролируется публикой вполне себе левой, и эта публика, она во многом диктует свои условия. И даже с преимуществом республиканцев вроде бы во главе штата, с преимуществом республиканцев и достаточно консервативных республиканцев в законодательном собрании, вот как дело доходит до чего-то серьезного, включаются все эти агентства, включается вся бюрократия здравоохранительная, спортивная и, опять же, связанная, к сожалению, с бизнесом, и они начинают диктовать свои условия, поэтому они сковывают действия губернатора, и чтобы не портить с ними отношения, Кристия Новым вот решает делать то, что она сделала. Третья причина. Третья причина это то, что губернаторы, это повсеместная, на самом деле, болезнь, дело не только здесь, в Новом, губернаторы очень озабочены в привлечении, так или иначе, средств извне, либо федеральных, либо частных, ну, частных как? Речь, конечно, идет о каких-то больших компаниях снова. И еще в 70-е годы Джеймс Бакли писал, что, сегодня, кстати, я его еще раз процитирую, о том, что даже губернаторы консервативные озабочены получением федеральных фондов, потому что это не столько даже экономически им помогает, сколько политически. И если отказываешься от федеральной помощи, все будут на тебя показывать пальцем и говорить, ха-ха, посмотрите, какой плохой губернатор, вот не умеет работать с Вашингтоном. И, судя по всему, вот это тоже сыграло свою роль. Насколько серьезную, вот это спорный момент, гораздо более серьезную роль сыграло то, что Ноума, и опять же многие губернаторы, это не только ее проблемы, озабочены привлечением крупных компаний, а крупные компании сегодня, ну, целиком и полностью, глубочайшему сожалению, в кармане у всех этих групп интересов, в том числе ЛГБТшных и же с ними, и подобный законопроект, он будет означать то, что крупные компании элементарно не захотят привлекать, не захотят работать со штатами. Я-то думаю, что это все-таки преувеличение, и даже нынешний большой бизнес, который удручает в ряде случаев, шансы заработать не упустит, но кто знает, кто знает, такой момент есть, и губернаторы этого боятся. Похоже, испугался Иоанн тоже, к сожалению. Ну и последняя, четвертая причина, это тоже связано с тем, что страх, опасение, как угодно это называйте, нежелание связываться, но безусловно, если такой закон принимается, то велика вероятность, что на штат обрушатся горы исков, самых разных, с которыми надо будет разбираться, судиться, и губернатору влезать во все эти дела, ну, совершенно неинтересно, и совершенно не хочется. И что поэтому она пытается себя обезопасить всеми возможными средствами, всеми возможными способами, и в том числе тем, чтобы вот этот самый законопроект сгладить изо всех сил. То есть вот такие четыре причины. Повторюсь, мои догадки, возможно, все это неправильно, но у меня создалось такое впечатление. Вот, что делать дальше? Что делать Кристианом, не мне и советовать опять же, хотя нескромно замечу, что возможно кто-то наподобие меня, или, ну, по крайней мере, консервативный человек, ей бы сейчас пригодился, а не профессиональный советник. Потому что надо принимать какие-то усилия, чтобы с консерваторами все-таки не ссориться, а мириться, и если Кристианом боится потерять лицо, то есть что вот она раз и все это подпишет, будет казаться, что она пошла на попятны и так далее, но ей надо это как-то обыграть, что вот она взаимодействует с консервативным движением и свои решения принимает ни в коем случае не под диктовку, нет, но посоветовавшись со всеми. Этот вариант есть. Ни в коем случае, конечно же, ей не надо идти на конфронтацию, потому что ругаться с консерваторами в надежде, что поддержат эстеблишмент в любом случае, но это не очень хорошо. Посмотрите на Никки Хилли, тоже, казалось бы, многообещающий кандидат, но вот предпочла все-таки держаться ближе к эстеблишменту и сейчас как-то, ну, ее прямо скажем всерьез, мало кто воспринимает как кандидата на будущих выборах. Кроме того самого эстеблишмента, но этого мало. Поэтому Кристиану надо для себя все-таки определиться, кто ей важнее, большой бизнес, эстеблишмент партийный, на самом деле даже двухпартийный, или все-таки консерваторы, которым она так старалась понравиться, и у нее это получилось, что самое главное, на недавней конференции. Что делать с консерватором? Ну, конечно же, сбрасывать ее со счетов пока рано, ошибка первая, повторюсь, и ситуацию выправить еще можно и нужно. Поэтому критика нужна, и критика даже серьезная. Все тот же самый Бакли, которого я цитировал несколько минут назад, он все в те же 70-е сказал, что это Джеймс, не путаем с Уильямом, его брат, кстати, ныне здравствующий. Так вот, Джеймс Бакли написал, что главная проблема консервативных политиков, когда они приходят к власти, это то, что, ну, так получается, что это происходит не так часто, к сожалению. Ну, вот, и что на радостях консерваторы их сразу поддерживают во всем. Каждое слово, каждое действие, все на ура, даже если у консерваторов какие-то есть сомнения, подозрения и так далее. А это плохо, потому что получается, что вся критика автоматически уходит к оппозиции леволиберальной, и в ряде случаев те ошибки, на которые должны были указать союзники, то есть консерваторы, они оказываются упущенными. И потом левый атакует. Здесь ситуация, да, немного другая, но смысл какой, что для того, чтобы действительно мы получили бойца, который будет, пройдет сперва мясорубку праймарис, потом травлю левых либералов во всех их видах, и потом будет возможность победить в двадцать четвертом году, то нужен человек, который может и ошибаться, нельзя пройти политическую карьеру, совершенно не делая ошибок. Это невозможно, ну, старое, избитое выражение, не ошибается тот, кто ничего не делает, да. Тем не менее, если эта ошибка создает проблемы в общении с консерваторами, то надо стараться ее, конечно же, исправить и сделать так, чтобы по результатам этой ошибки кандидат только укрепился в своих консервативных взглядах. Консерваторы бы показали, что да, мы критикуем, мы очень недовольны действиями нашего кандидата вот в такой-то, такой-то области, но мы готовы его, или ее, как в данном случае, поддерживать, если кандидат будет действовать на 100, тоже не бывает, на 85-90 и выше, 90-95 даже в идеале, будет поддерживать консервативную повестку дня. Если все это произойдет, то да, мы получим с вами к 23-му, я все-таки говорю, к 23-му начнется тоже борьба в 23-м, конечно, к 23-му мы получим сильного бойца и будем наблюдать за замечательной дуэлью, это, к сожалению, вызывает ассоциацию даже с советской, с советским соцреализмом, но, поверьте мне, это хороший момент, в соцреализме это было отвратительно, в американской политике это может быть хорошо, то, что называется конфликт хорошего с отличным. Вот, если дуэль Рона де Сантис и Кристи Новым на праймарис будет, то это то, что надо, и мы посмотрим, кто из них по-настоящему консерватор. Если же Кристи Новым разругается с консервативным движением, покажет себя такой примадонной, который обижается при первом же столкновении и ищет поддержки совсем не там, где надо, это, ну, нам хорошо, мне будет очень жаль, всегда, когда возлагаешь надежды на человека, обидно, если эти надежды не оправдываются, но ничего не поделаешь, значит, не справилась с обрушившимися на нее испытаниями. Тем не менее, я все же давайте закончу на осторожной, как я не люблю заканчивать совсем мрачно, вы знаете, на ноте оптимистической, что, во-первых, остается возможность, что новому еще объяснит свою позицию и ее поправки они закон улучшат, маловероятно, но давайте не будем от этого отказываться. Второе, что из этого конфликта, ну, она все-таки выйдет в том варианте, который я описал первым, а именно ее понимание роли консервативного движения и взаимодействия с консерваторами только укрепится, и мы будем дальше за нее болеть, желать ей удачи, а если она еще будет ошибаться, это неизбежно повторяю, то чтобы эти ошибки были все-таки менее значительными, и она находила способ вовремя их исправить. Ну, вот так мне видится эта проблема, если Сергей что-то добавит, то с удовольствием передам ему слово. Ну, на самом деле вы привели все варианты возможные. Единственное, что я хочу сказать, была ли эта ошибка, не была ли эта ошибка, как только мы подойдем чуть ближе к выборам и будет намечаться какой-то прогресс у того или иного кандидата перед праймарис, средства массовой информации найдут повод, чтобы на него обрушиться. я имею ввиду масс-медиа, которые мы знаем подчиняются демократической партии и их идеологии. Значит, про нее будут говорить, даже если казалось бы, то, что она сделала соответствует, ну, как бы противоречит консервативным убеждениям, а левые все равно ее будут ругать. Мы сегодня обсуждали, я сейчас объясню, почему мы сегодня говорили об Израиле, о выборах в Израиле, я задал вопрос, а что послужило поводом к тому, что часть избирателей ушли от Ликуда. Ну, и спросил, может быть, это довольно жесткая позиция премьера и его правительства в отношении ковида, то есть, они там закрыли страну и очень жесткие меры довольно приняли. И Ася Энтова, которая ведет эту программу, говорит, да, конечно, безусловно, обвиняют его в том, что вот так и так и так. Ну, а если мы обратимся, вернемся к нашим выборам двадцатого года, то вся медиа обвиняла Трампа в том, что он недостаточно жестко себя вел, вот он не показывал пример. В общем, представители правых сил, что бы они ни делали, они так или иначе будут подвергнуты жесточайшие критики поступают они так или противоположным образом медиа в воздухе переобуется и будет клясть их за то, что они делают. И самое мерзкое, вот скажем, у меня тут недавно на Фейсбуке была дискуссия, я сделал репост, ну, как бы написали Диамант, Диаманта, по-моему, фамилия, один из экзекутив Файзер отдавал интервью кому-то или в какой-то программе принимал участие и сказал, что пандемия перейдет в эндемию и мы, конечно же, смотрим с перспективой в будущее, то есть вакцинацию нужно будет делать постоянно. Ну, и в этом пост, который я репост сделал, там сказано, что по сути дела повторяется слово в слово то, что он сказал, но единственное, что я написал, руководитель Файзер, не один из руководителей, руководитель, и тут же мой хороший знакомый адвокат, который страстно ненавидит Трампа, но при этом объявляет себя республиканцем, и включился еще один хлопец, который тоже говорит, что он уже 29 или 28 лет республиканец, но при этом Трамп ему не нравится, и вот они начали разбирать по косточкам. Вы обвинили меня в том, что вот благодаря таким постам Фейсбук вводит цензуру, то есть вы работаете, так сказать, даете повод Фейсбуку цензурировать нас и глушить. Потом сравнил меня и с демократами, и с Обамой, и с кем только он меня не сравнил, в общем, такая чушь. Это я к чему говорю, что даже те, кто считает себя республиканцами находят повод атаковать тех, кто в свое время, но сейчас же я не голосую за Трамп, сейчас же мы говорим о других вещах, там промежуточные выборы, Трамп не избирается. Вообще я сомневаюсь, что Трамп пойдет на второй срок, честно говоря, но он может сыграть колоссальную роль в предстоящих, это мое внутреннее такое ощущение, он может сыграть значительную роль в предстоящих выборах. Так вот за Трампа я сейчас не голосую, ничего, и тем не менее в связи с тем, что я поддерживал его палосе на протяжении всего его срока и в канун выборов 2020 года я поддерживал его кандидатуру против Байдена, что естественно от того, что этим штымпам не нравится Трамп, они готовы голосовать за Байдена. То есть даже те люди, которые были в республиканской партии сейчас считают себя республиканцами, они готовы атаковать тех, кто поддерживал Трампа. Ну это же безумие полное. Ну и я думаю, что это тоже будет одним из критериев вот в предстоящих в 2024 году выборов, поскольку Трамп никуда не денется. То есть я еще раз говорю, у меня есть предчувствие, что сам он участвовать в выборах не будет, но он будет поддерживать каких-то кандидатов, он будет играть значительную роль в этих выборах. Ну и от того, как вели себя, как позиционируют себя кандидаты будущие, наверное, это тоже будет играть роль. Причем один из этих так называемых республиканцев, который меня атаковал, он из штата Иринойс переехал в штат Флориды, как вы понимаете. Ну да, так оно всегда удобнее. Я ваш пост читал, у меня никаких вопросов не было. Это знаете, из той же категории, что нельзя клич американской революции, британцы идут считать по правилам Фейсбука правильно, потому что идут не все британцы, а только их небольшая часть. Вот сейчас я еще сделал один репост, кто-то сделал пост там, такой билборд, ну не билборд, а знаете, такой плакат, на нем, значит, девушка в маске и подпись, что если вы чувствуете себя хорошо, то как бы маску носить не надо. Это было заявление сделано до того, как политизировали эту проблему, это заявление было сделано Всемирной Организацией Здравоохранения и нашей CDC и нашим же этим Фаучи, волшебникам. И как бы об этом говорилось нормально. Сейчас это, наверное, уже преступление, и Фейсбук меня предупреждает, вы ведете речь о COVID-19, так сказать, подумайте, прежде чем предпринять дальнейшие действия, будете вы репост делать или не будете. Это да, это повсеместно, даже когда я делаю репост, совершенно безобидные статьи или картинки, где упоминается, просто упоминается, COVID-19 меня тоже предупреждает. Но о масках, кстати, я еще сегодня кое-что скажу, такой мини-анонс. Так что, а вот в том, в том репосте, который я сделал, там речь идет о том, что вакцина, это будет, ну, как бы такая же, как вакцина от гриппа, которую делают регулярно, но только немножко, вакцина от гриппа, вернее, проблема гриппа не политизирована, а эту проблему политизировали. И я думаю, что вот то, что в Израиле ввели так называемый зеленый паспорт, а это на самом деле большая ошибка, не Таньяху, я с этим никогда не соглашусь. Кто бы это ни сделал, самый консервативный, на мой взгляд, это все-таки ошибка, потому что нельзя так, такое насилие государства над человеком, нельзя. Сейчас говорят о том, что у нас опять, как бы всплеск очередной, и что? Ну, будут, наверное, опять закрывать все бизнесы, и куда мы так дальше уйдем? А тем временем, зиц-председатель готовит нам еще один подарок, миллиона на три, на четыре, а то некоторые поговаривают и на пять. Ну, я, честно говоря, не знаю, у меня волосы дыбом встают, остатки волос на голове встают дыбом от того, что происходит. То есть, экономику закроем, нефть добывать перестанем, газ добывать перестанем, уголь добывать перестанем, но они планируют построить на всех побережьях какие-то охрененные фермы с этими пропеллерами. Ну, это до первого мороза, мы все видели в Техасе. Что происходит, да. И потом, ну, что касается этих, ладно, к этому мы вернемся, уже немножко заговорился. После перерыва продолжим, если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте 847-4005-200, но уже после перерыва. Возвращаемся в программу Чарльцева Ивана Денисова. А теперь вот о чем. Ну, если обобщить то, что делает администрация ЗИЦ-председателя, кто-то назвал это так. Байден объявил, нет, демократы объявили войну Америки. Ну, сначала они атаковали экономику страны, а теперь они атакуют нашу Конституцию, в частности, вторую поправку Конституции. Вот об этом. Совершенно верно. Начну, правда, тоже так в двух словах. Я к этой теме постоянно возвращаюсь, поэтому не буду ее развивать, но просто еще раз, повышение налогов, оно становится все более и более очевидным, и вот этот вот так называемый план инфраструктуры Байдена это катастрофа, потому что там опять вся эта хинея с зеленой энергией и так далее, и это потребует таких расходов, что уже даже сравнивают не с повышением налогов в 60-х, а с повышением времен Великой Депрессии, это будет, короче говоря, будет плохо. И это коснется всех. Сами понимаете, разговоры о налогах для богатых, ну это пустая трата времени. И все усилия администрации Трампа по экономическому укреплению страны через снижение налогов, они будут похоронены, конечно же. Байден и за ним Обама, которые, будучи сами в Сенате, филибастером активно пользовались, Обама особенно, теперь говорят нам, что это все расизм и наследие Джима Кроу и так далее, и, судя по всему, будут стараться и дальше притолкнуть его отмену. Ну, это все знакомо, но об этом надо напоминать. Ну, а на прошлой неделе, да, случилась трагедия, смерть людей, трагедия, но, как это часто бывает в средстве массовой информации, трагедия вылилась в трагефарс, так скажем, потому что сперва начали говорить, что это, конечно же, белый наверняка сторонник Трампа, во всем виноваты белые, только белые устраивают массовые расстрелы, а нет, товарищ оказался выходцем с Ближнего Востока и вполне себе с мусульманскими корнями. Естественно, мусульман трогать нельзя, беженцев трогать нельзя, это они тут ни при чем, а во всем виновата оружие. То есть, если преступление совершается белым, то виноваты люди, если преступление совершается мусульманами, мигрантами, беженцами и так далее, во всем виноваты вещи. Интересное такое научное открытие, но вот тем не менее. И сразу же Байден стал всем говорить, что через своих людей, через прессу, что надо срочно что-то делать, нужно запрещать, отменять, отбирать, ну и все, что всем нам, людям, которые еще помнят советский режим и которые периодически сталкиваются с его обломками и попытками реанимировать успешными на нынешней российской территории, ну вот теперь мы все это видим и к сожалению в Соединенных Штатах. Я не ставлю знак равенства и надеюсь не буду его ставить, но то, что такие знакомые местные моменты они появляются, это надо признавать. При этом понятно, что Сенат и даже Палата представителей, они, ну то есть Конгресс в целом, на самом деле все же не решатся принимать какое-то серьезное антиоружейное законодательство, я все-таки думаю, что нет, даже при том, что нынешний Конгресс увы не так близок к избирателям, как это было в те времена, когда Конгресс считался более консервативным, но все же уж такую открытую атаку на интересы избирателей, особенно после прошлого года, когда люди оружие скупали достаточно активно, большинство такие меры, я думаю, пока еще не получат, в Сенате скорее всего точно нет, поэтому Байден собирается делать, как это принято делать у президентов у многих, а именно и у демократов в частности, а именно в обход Конгресса, то есть опять подписать какой-то указ, пресса опять объявит, что это гениально, потрясающе, ничего подобного никто не делал, ну кроме Обамы, конечно, и кроме последнего указа самого Байдена, что все мы теперь, все будет замечательно, все мы будем жить прекрасно, и массовых шутингов не будет, до следующего подобного случая, который, к сожалению, никуда не денется, потому что, заметьте, чем больше законов, ужесточающих владение оружием, права на владение, и лишающего людей права на владение оружием, чем больше Gun Free Zones, тем больше жертв от этих самых массовых расстрелов, вот такая вот закономерность, при этом, к сожалению, Байден может себя чувствовать достаточно уверенно, потому что, да, Конгресс, если его и не поддержит, но, увы, в судах все больше и больше даже судьи, назначенные республиканцами, они занимают в сторону людей, которые хотят вторую поправку переписать, и все вы уже знакомы наверняка с решением то прошлой недели, а суд апелляционный девятого округа большинством голосов и устами судьи Байби, назначенца Буша, признал, что вот на Гавайях штат может запретить, и не только на Гавайях получается, а вообще штат может запретить ношение оружия. Судья Оскенлейн, воззвал остановитесь товарищи, что вы делаете, вы переписываете вторую поправку, потому что в ней открытым текстом говорится право хранить и носить оружие, потому что слово Бэйр имеет именно такое значение, и судья Оскенлейн это объяснил со ссылкой на словарь, но вы его не услышали. Я же тоже в другой передаче ссылался, но повторюсь еще раз, это всегда надо повторять, тем более не все смотрели, а мои слушатели на первом месте, то судью Томаса, который в другом заключении сказал, что отцы-основатели точно не хотели, чтобы мы ходили с оружием из своей спальни до кухни, и что отцы-основатели дали нам право на оружие, они это четко обозначили, и никто не имеет права на это право на право, никто не может на это право посягать, точка. Замечательно, но проблема в том, что и в случае с судьей Скенлоном в апелляционном суде, и в случае с судьей Томасом в суде Верховном, это мнение меньшинства оба раза. И как пойдет дальше, я, увы, вам ничего гарантировать не могу. Конечно же, хочется надеяться, что судьи, назначенные Трампом, которых было много, они свое слово еще скажут, и даже назначенцы старые свое слово скажут, потому что Скенлайн это еще Рейганом назначенный судья, конечно же. Но опасность имеется, что на вторую поправку посягательства будут и будут серьезны. При этом, заметьте, интересный момент, что прозакон, высший закон Конституции попирается, у людей лишают права на оружие, хотя это прописано во второй поправке и в биле о правах, то есть непонятно. Но то, что вообще-то закону противоречит, это насаждается. И насаждается довольно-таки активно. юрист весьма мной уважаемый Дэниел Хоровиц, кстати, рекомендую вам его читать, он сейчас пишет на The Blaze сайте, каждый день у него статьи, не все может интересно, но следите, всегда найдет что-то любопытное. Так вот, он изучив инструкции агентства по контролю за едой и медикаментами и управления охраной труда, а также сравнив их инструкции с законами Соединенных Штатов пришел к интересному выводу, а именно, что принудительное ношение масок, оно противоречит закону Соединенных Штатов, потому что закон гласит, что люди не могут пользоваться, людям не могут навязывать то-то или иное средство медицинское, якобы, не проинформировав людей о возможности отказаться от этого средства, если оно не доказано, что оно совершенно стопроцентно что-то дает. Тогда как в инструкциях вот тех самых агентств значится, что маски они могут помогать, а могут и не помогать. Открытым текстом там говорится, что полную защиту они не дают. И, следовательно, раз полную защиту они не дают, то резонно предположить, что ту самую статью закона, где вот говорится, что людям надо предоставлять право выбора, она нарушается. Но это насаждается повсеместно, то есть практическое нарушение закона поощряется самыми высшими людьми и чиновниками во власти и нормально. А вторая поправка нет, вот извините, из-за того, что мы считаем, что раз в ряде штатов есть какое-то регулирование, регулирование заметьте, то давайте мы это регулирование возведем до уровня запрета. Хотя между регулированием и запрещением на самом деле разница довольно серьезная. Ну вот, маски обязательно, даже если это противоречит законам, а оружие давайте отберем. Хотя это законом защищено. Вот такая вот безрадостная картина. Но и поскольку товарищам из Белого дома и Госдепартамент этого мало, то они продолжают еще какую-то ахинею творить в международной политике внешней. Потому что что нам говорили четыре года в средствах массовой информации? Трамп плохой, Трамп все портит, Трамп вывел из соглашения, Трамп испортил отношения с союзниками. Смотрим на четыре года Трампа в Японии. С Абе замечательное отношение. Трампа там встречали радостнее всего. Был чуть ли не главный, не лучший его друг Абе и Япония Трамп пользовался огромной популярностью. Австралия. Местная либеральная пресса негодовала, что либеральная, да, там у нас проблема, в Австралии либеральная партия это консервативная. Ну, что партия консервативная тире либеральная, она делает ставку на Трампа, Израиль вообще без слов, Бразилия, Болсонару друг Трампа, Британия как Соединенное Королевство, Трамп всем своим видом и всеми своими действиями показывал, что будет поддерживать Королевство после Брексита и будет на стороне. То есть регионы Океания, Дальний Восток, Ближний Восток, Южная Америка, Европа, все основные союзники, все с Трампом дружили, он делал все, чтобы их поддерживать. Приходит товарищ Байден, который, как нам говорят, вот все исправит, со всеми помирится, все будет замечательно и прекрасно. Что делает Байден? Байден уже настроил против себя мою любимую Северную Ирландию, я за этим слежу, и Байден делает все, чтобы Соединенное Королевство оскорбить, обидеть и не завести до уровня не знаю даже чего. И это очень плохо, потому что я опять наблюдая за людьми, живущими в Соединенном Королевстве, так получается, что в Твиттере у меня, например, основная моя аудитория с тем, с кем я общаюсь, они оттуда. И вот люди, которые даже к Америке относятся хорошо, они уже начинают возмущаться и рост антиамериканских настроений, которого не было при Трампе, ну, только среди левых этих мы не считаем, а сейчас рост антиамериканских настроений в Королевстве есть, и он явно будет продолжаться, потому что, судите сами, британцы, север Ирда, ольстерцы, кто угодно, они могут критиковать тех или иных людей из Королевской семьи, но Королевскую семью они уважают. Это идиотка и ее муж подкаблучник, который, да, принц якобы, они дают дебильное интервью, в Королевстве над ними смеются, Байден и его компания начинают говорить, да, все правильно, они молодцы, они вот там выступили на борьбу с расизмом и так далее и тому подобное. Зачем? Какой был смысл, либо вообще оставьте это без комментариев, либо, ну, какие-то общие слова. Открыто конфликтовать с Королевством, какой в этом смысл? Дошло уже до того, что американские консерваторы, которые, конечно же, за республиканскую систему, конечно же, отрицают монархию, но начинают заступаться за монархию конституционную, объясняя, что американская система, хоть ее и отторгла, но там свои особенности, и действительно у конституционной монархии, ну, есть вещи, которые надо уважать, и в любом случае, эта монархия себя в ряде случаев показала союзникам, достойным Соединенных Штатов, и так себя вести не надо, но Байден, который должен мириться с союзниками, сделал то, что он сделал. Дальше момент, который для меня актуален, сравнивая ситуацию на границе со своей, которую сам же Байден устроил, как все мы знаем, со своим прошлым, Байден стал рассказывать, что его предки были, вот, сбежали из Ирландии из-за того, что их вытеснили страшные, но он еще использовал слово бритц, но это в данном случае, знаете, как, ну, что-то вроде бриташки по смыслу, по крайней мере, сами жители королевства, они это восприняли именно так, то есть, как такое пренебрежительное и оскорбительное слово, но все равно, как если бы Байден сказал слово на букву Н, но, замечательно, этого, конечно же, не сделают, а про союжников можно, пожалуйста, а я опять, так получается, что я тоже его цитирую в последнее время в каждой передаче, но, ну, действительно получается так, что он оказывается актуальным, у Кевина Майерса, да, у того же самого, у него есть несколько пародий, он давно их писал, на ирландские романы, где авторы, вполне благополучные люди, естественно, пишут, как якобы страдали их предки во времена, когда Ирландия принадлежа, была частью королевства, ну, если интересно, поищите, это очень смешно и очень точно, что там, да, у меня было 19 братьев, все мы страдали от притеснения, потому что англичане уничтожили, изнасиловали, загубили миллионы, миллионы, миллионы жизней ирландцев, когда мы каждый день ходили в школу, то злые английские полицейские ставили нас к стенке и расстреливали, до школы доходили пять человек из моих братьев, а на обратном пути они снова нас ловили и пытались расстрелять всех остальных, и поэтому в ирландских семьях так много детей и так далее, и так далее, и так далее, но это все, это было все, повторяю, пародией, но у меня такое чувство, что советники Байдена, они прочитали пародии Майерса, решили, что это правда, и Байдену эту фигню вложили в уши, а он ее стал доносить до окружающих, потому что, ну, историки, люди из Ирландии уже, здесь я не буду утверждать это все спорные моменты, но то, что я находил какие-то там местные фактчекеры пишут, что предки Байдена были вполне благополучными и уехали, потом приехали, забрали семью, уехали опять в Америку, и что они уехали, когда уже особое там тяжкие испытания, этот ирландский голод уже шел, сходил на нет, и что якобы сами они не пострадали серьезно, но вот Байдену надо было это сказать, поэтому он и раньше был в Северной Ирландии абсолютно ненавидимым человеком, поверьте мне, за очень редким исключением, а сейчас, по-моему, скоро в Ольстере это будет новое оскорбление, Байден это уже низшая степень падения, чего угодно, потому что он обидел действительно союзников и людей, которые, повторяю, Америку уважают, это я уже сужаю до Ольстера, очень серьезно, и ликвидировать последствия этого оскорбления будет очень сложно, поверьте мне, я опять не буду судить за все Соединенное Королевство, но в Ольстере люди, которые помнят все хорошее, помнят очень хорошо, но помнят и оскорбления, оскорбления они помнят тоже очень хорошо, и зачем отпугивать таких людей и превращать их в своих врагов, и провоцировать антиамериканские настроения, я не знаю, но вы можете догадаться, это вот то, о чем сказал Сергей, это действительно уже похоже на последовательную войну с интересами Америки, потому что одной фразой так испортят отношения, но это надо постараться, он постарался, и у него это, к сожалению, получилось, здесь я умолкаю, там у нас осталась еще тема, но она тоже актуальна, ее связанная с Европой, это, кстати говоря, тоже издание, про которое я тоже люблю рассказывать, но если Сергей что-то добавит к Байдену, то с удовольствием передам слово, хотя времени не было. О Байдене я могу много говорить, и, к сожалению, ничего доброго я сказать о нем не могу, поэтому давайте все-таки к датскому правительству, к его политике и между собой. Я опять, как я тоже люблю делать, обозначу основные темы, а вернемся, ну, не в первом сегменте, первый у нас все-таки американский, во втором сегменте через неделю. Так вот, в Дании неожиданно положительный момент, тамошнее правительство социал-демократическое вдруг стало реализовывать программу предыдущего правительства, которое было таким правоцентрическим. Это принималось в 2018 году, и так называемая борьба с параллельными обществами, она, а это преимущество общества мусульманские, мусульманские гетто, она, кажется, начинает реализовываться. Никогда не думал, что это произойдет при социал-демократах, но это происходит. Насколько серьезно, посмотрим. Подробнее повторюсь через неделю, а пока замечу, что все же здесь, конечно, серьезную роль сыграли правые партии, и это не в силу моих симпатий, но это правда так. И те же мои новые правые, которые обозначают борьбу с исламизацией Дании и с эмиграцией как одним из своих приоритетов, они, конечно же, тоже приложили к этому руку. Кстати, они же сейчас борются за то, чтобы в Дании не принимались вот эти самые паспорта. Увы, здесь, похоже, они проиграют, потому что большинство, к сожалению, требует их применения. Но то, что вот странным образом скандинавские страны, на которые мы махнули рукой, они, кажется, своего социализма уже наелись и их тошнит от него, это момент положительный. И за Швецию не поручусь, хотя Швеция нас тоже в прошлом году порадовала, конфуцианские институты закрыли они, китайцев погнали они, Норвегия, которая хочет прекратить помощь арабам и так называемым палестинцам, ну и вот Дания, где происходит много хорошего, даже несмотря на социал-демократов, ну кто знает, может действительно скандинавы нам что-то хорошее и принесут в ближайшие годы. Будем надеяться и подробнее поговорим уже через неделю. Огромное спасибо, Иван, и до встречи через неделю. Спасибо вам, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова